МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, ребят, всем привет! Сегодня мы будем разыгрывать молодого человека по имени Владислав. Я сегодня буду в образе, как вы видите, ГИБДДшника. Немножечко волнительно, потому что здесь очень много милиционеров около центральной библиотеки, поэтому чуть-чуть стресс, очко, как говорится, жим-жим. Но ради этого, ради высокого искусства мы все это делаем. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ребята сказали, что буквально через одну минуту будут на локации. А вот они, по-моему, там едут уже. Да, здравствуйте. Инспектор Нургалеев. Документики, пожалуйста, если ты есть права. А какой регион? 11-й? Да. Ничего не употребляли? Нет. Вдохните, пожалуйста. Вообще не употребляйте. Нет. Дело в том, что на вашу машину поступила ориентировка за то, что вы задели машину и уехали с места ДТП. Был такой факт? Нет. Давайте я сейчас проверю буквально пару минут. Сейчас я подойду. Владислав, вы, оказывается, злостный нарушитель. У вас и превышение скорости, есть и другие правонарушения. Чем можете объяснить? У меня общественный регистратор. Да, ничего не нарушал. Ну, по факту, как бы, смотрите, целая папка за последние 4 месяца у вас очень много нарушений. Я могу даже зачитать. Смотрите, вот у нас есть досье, как бы, на вас целое, да? Вы превышаетесь в том, что превысили разумные доходы своих учеников на отоплинке. Понимаете? У меня досье есть, смотрите. Лера Свериденко заработала 157 тысяч. Сидела в декрете, вела блог. Заработала 157 тысяч. Это ваша ученица? Да. Ваша ученица. Смотрите, давайте посмотрим следующее досье. 199. Леонид Напалков. Проект закрыт на 81 тысячу. Ваших рук дело? Ваших рук дело, да? Ну, то есть, досье целое, наверное. Татьяна Лапина, Санкт-Петербург, симпатичная женщина. Заработала 202 тысячи. Долгое время работала в крупной компании, доработала до хорошей должности. Но всегда хотелось большего. Не хотелось рамок. И вот обучение, на обучение стояли четкие цели. Освоить нишу, понять, как себя преподнесить потенциальным клиентам и чем может быть полезно. То есть, я уж не буду сейчас весь список оглашать. Вот. Ну, что с вами делать-то? Понять и простить. Понять и простить. Понять и простить. Хотел спросить, вы когда анкету предзаписи на 9 поток собираетесь открывать? Ну, значит, важно и сегодня. Давайте. Прямо сейчас у нас есть, во-первых, у вас скрывала скрытая камера. Пока вы будете записывать, для вас есть еще один сюрприз. Вот. Поэтому сейчас человек с камерой придет. Вам нужно будет сейчас на камеру сказать нужные слова. Ну, и вас ждет небольшой сюрприз после этого. Спасибо. Что сказать? Так. Открывай. Документики мы возвращаем. Значит, человек превысил все разумные доходы своих учеников на топлинке. То есть, есть досье. Вот здесь вот вещественные доказательства. Можете заснять. То есть, Лера Свериденко, Новосибирск. Заработала 157 тысяч. Целый досей здесь просто до утра можно читать. Так, пожалуйста, возвращаю вам ваши документы. Вот наш герой, пожалуйста. Ну что, ради такого повода можно открыть анкету предзаписи. Поэтому все переходите вниз по ссылке, заполняйте. И я с вами скоро свяжусь. Ура! Ну, а теперь, собственно говоря, нашего героя ожидает небольшой сюрприз. Ждите. Сейчас буквально одну минуту. Какой еще у меня сюрприз? Что это вообще такое, Лишка? Что тут устроило вообще? Сюрприз. Поехали. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняет местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Еще раз поздравляем вас. Берегите свою любовь и будьте счастливы. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Только пламя догорает и не бьется в венах кровь. Ну что ж, надеемся, что ваши ученики также будут нарушать, потому что они хотят так же нарушать, как и вы, и делать хорошие денежки. Спасибо вам огромное. Давайте поаплодируем нашему герою и его девушке Ирине. Давайте. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok